но реально легкая 1480 килограмм ведь я посмотрел хотя на закрылась я не шучу всем привет это новый reno zoe и сейчас мы постараемся выяснить о нем все что сможем но сначала я вынужден кое-что вам рассказать я очень мало знаю об этом автомобиле и вопрос почему знаете у нас в редакции намного меньше рук ведущих и операторов чем машин которые появляются в течение года и очень часто к нам приходят на тесты машины которых я лично даже не вижу выхожу из офиса смотрю стоит зоя на номерах инфокар я вообще не в курсе почему так происходит о некоторых машинах мы только пишем и не спрашивайте как мы это распределяем так вот тест-драйв в письменной форме на украинском языке должен был появиться на инфокаре совсем скоро но увидев эту машину мы решили все-таки немного ее снять немного вам об этом рассказать но поскольку информации у нас они не так много то есть в принципе это небольшая брошюрка это то что мы уже увидели то что слышали раньше так вот чтобы не быть голословными мы решили позвать диму если помните мы уже неоднократно с ним общались в роликах что почем он продает в рек авто в том числе электромобили и знает об этой машины чуть больше чем мы так что сегодня мы будем вместе с димой и обсуждать спорить делиться информацией кстати у димы недавно появился youtube канал в описании мы бросим туда ссылки он там тестирует то что мы обычно не тестируем что там последнее было forrunner forrunner американский последний американский правда в самом полном заряда все на этом реклама димы закончилась переходим крыльно что интересно это официальная машина фактически в этом классе дим по праве если не прав это первая официальная машина в украине нет не первая есть же еще айоник айоник сагландо и айоник появился впервые хотя было при у рено была презентация насколько я помню кангухи и зои практически одновременно но продаж тогда не было я тоже не продавал зою я зоя знаком по стольку поскольку два года назад была такая у нас машина еще тогда они были на скуду рестайловая с другой 22 киловаттные до основной бонус этой машины основополагающие вообще всего рассказа это то что она трехфазная она заряжается быстро она может принять на борт 22 киловатта и собственно из-за этого она настолько актуально должна быть но пока не являюсь что значит 22 киловатта заряжаться да да она принимает на бурин киловат 41 борт 41 киловатт у нее батарея конкретной емкость аккумулятора а принимать на борт она может своим зарядным устройством 22 киловатт отличие от лифа в американских которые к нам заходят которые заряжаются только до 6 не только не только американские в принципе лиф принимает одну рабочую фазу 6 и 6 даже новый последний даже новый европейский пока пока так на что это влияет то есть у нас по киеву появляются зарядки если у вас есть 15 минут то эту машину за 15 минут вы зарядите гораздо больше если вообще говорить о золо это хит продаж в европе это самый продаваемый электромобиль в европе за 15 16 17 год если я не ошибаюсь почему он сейчас интересен и почему они до сих пор не появляются у нас тут важно отметить один момент есть хит это nissan лиф они уже заполонили планету просто их много почему не заезжают такие машины которые в европе стоят дешевле чем лиф кроме этого здесь соотношение емкости батареи и цены машины намного выше то есть машина как бы круче почему они не заезжают нам потому что лифы которые к нам приходят фактически оплачиваются для нас госдепом действительно это так то есть льготы для покупателей электромобилей штатах настолько большие что спустя сколько лет там через год они из год полтора-два человек проездил год полтора ему выгодно сбросить эту машину на аукционе наши их покупают они сюда приезжают в европе эти по эти льготы только появляются поэтому фактически лиф если его лиф говорю зоя если его привести к нам он получается намного дороже чем тот же лиф ориентировочно если лиф можно купить в нормальном состоянии там за 15 то эта штука в европе обойдется 20 но льготы растут не исключено что в ближайшие годы в европе будет та же ситуация то есть может быть через год эта машина сможет на нашем рынке потеснить лифт правда опять же у вторичного рынка по поводу зои есть такой момент что немцы европейцы итальянцы французы они покупают эту машину с арендованной аккумуляторной батареей что гораздо дешевле финансово и батарея как бы не принадлежит автовладельцу соответственно на вторичный рынок автомобиль попадает и украинец его уже может купить ходовую часть но есть сложности с выкупом аккумуляторной батареи не могут так просто скидывать ее на там на аукцион внутри франции переоформление происходит аренды аккумуляторной батареи а как это сделать на внешний рынок пока еще опыта не был эту машину рено украина завезли официально вообще в этом году восемнадцатом говорят продали 10 машин но что интересно 5 из них в июле конечно это очень мало с одной стороны но для официальных продаж иначе уже что-то цена и где-то 32 тысячи долларов тридцать одну 600 стоит машина 17 года производства и 33 практически 18 года конечно это сумасшедшая цена никакой экономии не может быть и речи то есть я имею то что нет смысла покупать тачку за 33 чтобы экономить на топливе то есть отбивать ее будет очень долго особенно по сравнению с бляхами или даже с тем же лифом который можно взять сколько за сколько сейчас живой лиф живой лиф вчера был продан первого поколения 16 тысяч долларов живой лиф 18 тысяч долларов абсолютно живой лиф 150 160 140 живой как едет кто как едет скажи новые лифы последнего поколения у нас уже в бэушном варианте приходишь нам варианте не было еще не когда ждать ну смотри заказ на завод сейчас варьируется 42 43 тысячи экземпляров в британии должно быть собрано соответственно их только покупают но еще никто не продает то есть где-то год еще придется я думаю минимум а может и два вот но что интересно почему такой фурор эта машина произвела в европе потому что в европе она стоит дешевле лифа для европейцев и здесь запас хода заявлены аж до 400 километров мы все прекрасно понимаем что чтобы добиться такого пробега нужно будет там ее немножко еще доталкивает ногой все выключить там чтобы ветер вам дул в задницу чтобы у вас вместо шин была изолента и так далее но реальный пробег 300 правда должна 300 и ну давай начнем с того что даже официальный рено показал правильный конфигуратор у них видно что если мы выставляем 16 радиус если 15 радиус колес колесных дисков да у нас меняется запас хода меняется запас хода климатической системы и опять же мы приравниваем цифры бумажные цифры к правилам дорожного движения потому что человек будет действительно ездить полтинник и тогда он действительно проедет 300 но вот если он будет ездить как обычно то он проедет 250 они говорят что максимальный запас хода с шинами 15 16 диаметра будет 403 километра но это недостижимый более реально пишут средний запас летом 300 зимой 200 а если 17 дисками то 367 все очень условно но как минимум мы получим 200 250 километров что в киевских реалиях уже неплохо с учетом того что она еще и блин заряжается быстро и сейчас вот нам стоит прицениться к ней посмотреть с учетом что возможно через годик такие машины начнут у нас заходить уже по более адекватным ценам давай посмотрим внешне это платформа или база чего известно насколько мне известно это своя собственная разработка ну то есть эта машина была практически из чистого листа безусловно есть компоненты рено которые они используют свои фирменные но здесь находится аккумуляторная батарея в базе это свидетельствует о том что это у нас не твинга не клею и явно не талисман но в любом случае это что-то среднее между а и б классом что-то типа twingo наверно что ты типа да то есть если лифт у нас как бы заглядывает в c-класс полноценный или неполноценный это второй вопрос то это класс b может быть даже а то есть как минимум на целую голову по размерам она меньше чем популярный купель курса значит шины у нас здесь понятно коньки и к контакт это дубовые экономичные экологичные шины радиус колеса какой здесь будет 16 что диаметр подсказывает голос за кадром какого-то высокого оператора который вечно недоволен всеми машинами так ну что сказать честно внешне она мне не нравится то есть вот я бы в такой машине не ездил причем не то чтобы я говорю что надо ездить на мерседесах но есть бюджетные машины которые выглядят презентабельнее даже тот же равон если честно r2 да уже будем говорить тебе нравится на внешне специфический дизайн в принципе нет ничего в ней плохого не вижу ничего плохого абсолютно единственное что я знаю что в темных тонах вот у них есть некий фиолетовый цвет есть черный цвет она выглядит куда лучше интереснее диодные фары нет почему вот я не понимаю почему в электромобиле не лепят уже везде диоды этаж экономичный пытаются снизить цену это очень странный вопрос который многих волнует потому что в лифе в базе они тоже ламповые очень странно за за те 40 зате это что вообще у рено означает zero emission до 40 это типа как 40 киловатт а мы идут хотя вроде как 41 киловатт дворничек что тут еще спереди фары хоть передние у нее диодные за 32 тысячи долларов в линзе скорее всего не желтая желтая лампа диода вот в лучшем случае наверное вот это может быть это и есть ходовые а как же их зажечь блин диоды один один диод и внизу по ходу это ходовые есть в бампере ладно выключим а то она сейчас разрядится в ноль капутик такой людьми так и где там у нас что надо открыть самый честный тест за последнее время мы открываем машину вместе сервера буквально да и первый раз на загады и похоже мы первые кто ее открывал после я не знаю длительного то здравия так за поле ну это люди разница есть это наша лифа это запах прованс имитация двс почти положено карбюратор 12 вольтный аккумулятор для бортовой сети это что это какая-то у нас охлаждающая жда и всего омыва армазушка омыватель но в принципе кстати интересный момент кажется короткий капот но посмотрите сколько там места это говорит нам о том что машина давай лючок откроем будет маленькая лючок жалуется что он до слабенький но как его открыты знаешь ключиком ключиком на домике должна быть кнопочка либо кнопочка должна быть где-то в салоне кстати вот так вот у нас выглядит ключик карточка реношная есть ней большой плюс то что она плоская но занимает с другой стороны очень много места не то что в модель 3 тесле просто пластиковая карточка с чипом посмотрим что там у них есть такое все хлипенькая чуть-чуть мы на кис то есть экспресс зарядка она не поддерживает и она и не нужна доставай это может она хавает три фазы слушай но с другой стороны 40 киловатт это нем немало можно было бы экспресс за час километров на 100 она точно зарядить знаешь что рено пишет рено пишет что за час 40 80 процентов от трехфазным можем подключиться к нашей и бель проверить ну давай пока поверим принципе обычно это все подтверждается не будем терять время в принципе не знаю что здесь нас еще может интересовать знаете что приятно смотрите здесь я его доводчики то чего нету в mazda 6 например на минуточку даже в топовой комплектации за 40 тысяч долларов а здесь они есть вот что-то что-то удивительное до от французов зеркала покрашены бок о кстати вот еще интересное решение только по отпечатку пальцев хозяева хозяина может открываться машина но я конечно же это фейк это фейк фейк большой французский фейк да ну вот а багажник это будет скорее все маленький французский фейк да может и нет однообъемничек все-таки да немало знаешь что я уже вижу я уже вижу глубину багажника да они обычно глубокие потому что аккумуляторная батарея находится в базе а здесь соответственно куча пространства так это еще и коврик а под ним просто а под ним уже не подожди нет под ним что-то еще есть под ним еще маленькая нишка не ну это для для заливки at blue там может раз можно забыл поставить маленькую таблеточку где-то так литров на 15 смотри сумочка дается zero emission рено в ней у нас что кстати вообще зарядки ко всем даются машинами или где-то приходится их еще докупать нет зарядки всегда ко всем машинам зарядка выглядит точно так же как у лифа в розетку абсолютно тот же курс и другая наклейка и это уже на кис обычный до до кабель нормальный и теперь надо отличить что здесь идет в базе что-то бросила команда инфокар сюда ну вот еще сумка это для второй зарядки наверно все остальное это уже наш хлам и кстати давай померяем сколько там клиренса ну багажник не знаю литров 250 наверно на глаз да а задняя откидывается ну да я вижу все равно давай ты тоже откидывается ярик же уже успел поездить в багажа она я реку как она ехать в зое в багажник лучше чем во многих других во многих других багажниках да а что у меня большой опыт так ну или кредит доверия 13 сантиметров но обычно мы садим за руль кого-то легкого потому что речь идет о том чтобы подтвердить или опровергнуть заявленные характеристики в том числе клиренс а сейчас нас интересует другое нас интересует реальный клиренс поэтому мы сейчас попросим туда сесть ярика 120 килограммов я не 120 килограммов 110 худышечка видите все таки я угадал как всегда собственно говоря 12 сантиметров может быть двенадцать с половиной если еще пол таблички добавить но это неплохо это почти как у кроссовера mazda cx3 если вы помните обратите внимание на вот эту наклеечку здесь она вот даже чуть-чуть отклеивается то есть на сборке экономили тоже в том числе такое себе хорошо же не карбончик до наклеили и обратите внимание двери как находят на крышу то есть водичка должна будет стекать вот здесь вот дождевая и утекать куда утекать ну хорошо если не в салон но я дать они это подсмотрели у лады приоры на верно это очень классное решение было для дождливых регионов как-то так пацаны нормальная машина или бабская бабская алиф не бабский лифт новый а этот бабский это же бабки так ну что у нас еще так сразу видно то вроде ничего а киллос есть удивительно но это уже знаешь это уже европейские заморочки есть некоторые вещи от которых европейцы уже не могут отказаться и уже вынуждены это везде пихать кстати как и есть питают хотя казалось бы сюда и сп может уже и не надо опять же 120-130 низ центр тяжести центр тяжести тяги много ну тут как бы все логан да да приблизительно минимум ткани но хотя смотри ручку сделали цветная обводочка хотя бы динамик здесь вообще есть я не знаю я не думаю что ну а здесь что это в в в только блестящая дед но дефлектор кстати так приятно двигается панелька явно не подгонялась на скорую руку здесь софт-тач то что называется когда-то было модно там на мобильных телефонах такую штуку использовать потом как-то проехали тоже на руль кожаный ну хоть что-то должны быть здесь кожаным да так о навигации есть по богатому по богатому но это же магнитола р-линк я так понимаю на тоже что в реношках наверно везде надо или нет я вот так вот честно говоря не припомню на интерфейс свой перерисованы скажем перерисованы но смотри есть какая-то анимация но хотя ты знаешь вот в электромобиле же должно быть хоть что-то инновационное как выключить обдув наверное вот так да а вот это уже очень напоминает рено навигация автомобиль driving eco электромобиль смотри ты сначала выбираешь что тебе нужен автомобиль потом приходишь к тому что тебе нужен электромобиль и потом смотришь сведения расходе а их здесь не их нет и он говорит да ребята это же электромобиль все логично абсолютно есть график зарядки так понимаю что если вы на ночном тарифе можете активировать зарядку только ночью то есть мы вечером приехали кинули его в розетку а зарядка начнется вечером ну так в гольфе было я думаю что здесь должно быть также слушай но но нежданчик посмотри о вылет есть вылет это то чего нет то чего нет у лифа даже но очень не хватает да ну да и и за счет этого уже можно более-менее с ростом сесть на вот сидение по вертикали не регулируется вниз вверх нет а то есть либо кресло либо руль и короче высоту кресла рулем но с другой стороны над головой у меня место как видите тут нормально над головой место вроде бы хватает слушай я сейчас по моему вытяну вот эту штуку немного декор хотел закрыть дверь ищите и не сломал до машина чуть-чуть разбирается центральный замок смотри чуть-чуть все две игры не но все как в логане да все очень дальше вот это вот этот технологический момент самый в декоре софт-тач с какой-то штамповка и да будем ну наверно это элемент фильм ты нашел радио да да я нашел ради давай включим их народе у я давду ручине дипломатам надо подержать сейчас он найдет ярик на что качество звука похоже я не знаю мотор же не заведен не стебись о такая же штука есть на потолке а ты говоришь слышишь на всем сэкономить не знаешь сколько денег потратили реально в производстве а подголовник только водительский с этой штуковиной слушай ну вообще если честно кресло бомбовое я вот сижу на кресле не приходят посмотрите насколько круто выглядит они как будто его сделали с запасом знаешь под следующую комплектацию причем боковинка здесь какой-то из кожзама да очень мягко если но вот единственное главное чтобы это все не сдугалось со временем ну что сейчас как-то выглядит очень нежно и здесь штамповочка здесь штамповочка здесь нет слушай кресло достойные тесла я бы сказал модуль 3 ну в модуль 3 хорошее кресло что что до кресла там за бусы так и так что у нас здесь есть еще интересного того что показать есть климат уже хорошо не кондиционером но хотя хотя какая разница в таком автомобильчики маленько давай пооткрываем стекла пока мы живут да есть пультик рыношный радио меди на общем есть вот этот вот коммуникации может включить кондиционер ты же понимаешь и не заводил на месте включить на давай мы сейчас съедим половину запаса хода но зато останемся все живы подожди он же должен показывать расход что мы сейчас этого поток вот да мы сейчас все это дело тратим на кондиционер да все равно кондиционер похоже находится вот здесь и вот он отсюда прямо и дует а включи заднюю ты хочешь камеру ведь я видел она есть понятно понятно слушай а тебе кажется что она чуть-чуть сбоку на ходе она чуть-чуть сбоку такая косая как от пива дружки кривенько да но зато парктроник кстати если я не ошибаюсь камера заднего вида и парктроник нажми на плюсик на плюсик нажми думаешь включатся там камеры по кругу накрывал на стройке смотри я видел здесь в прайсе по парковке за вот смотри пакет громкость сейчас я найду громкость звука того что машина едет назад а понятно задний парктроник с камерой заднего вида 200 долларов на минуту уменьшили камера заднего вида статические направляющие динамические направляющие то есть можно вот это все можно подключить вот согласись я всегда хочу эту штуку отключить бесполезно в моем понимании был такое знаешь интерфейс французский он не выключает заднюю камеру пока не снимешь задней передачи прикольно правильно слушаю может туда кто-то подползет слушай ну смотри здесь у нас еще юсби есть зарядка прям зарядка работа флешку заряжается у нас батарейка подпитут еще прикуриватель слушая вообще в электромобилях прикуриватель который сигарету поджигают работать же всегда хотя конечно как бы таксисты ездили на лифах там вставится в юсбишник такая еще штуковина которая уже прикуриватель то есть здесь не будет работать пакета курильщика я не помню обычная обычная зарядка есть 12-вольтовая что вот это сюда вставлять ключ данные сюда вставлять ключ на полочка для перчаток бардачок есть да есть сейчас я только потушу наверно чуть-чуть дулку потому что уже как а вот причем смотри вниз направить нельзя можно только вверх или в морду или в морду или в морду помнишь был такой обзор кемри когда-то начал был еще вот тоже да потому что тебе сейчас точно также придется заныривать под козырек чтобы видеть как ты едешь не с моим ростом нет твои наверно дим честно нормально вижу вот буквально идеально ярик видно панелька запас хода пишет а что там управлять и вообще можно какие-то кнопки на руле есть скажи как доехать в офис ушло но в общем мы выяснили что она не интеллекта не серии ушла искать обретение за счет ответит нам со временем и риэлторы уже в очереди ну что сказать сидеть здесь в принципе с ростом нормально запас над головой есть по ширине ну плюс-минус на кресло очень гелевый какой-то наполнитель такой ну нормально как спинку открутить вот так я реки жив условно спорт режим не интересно есть здесь наверное нет и как и как управляет здесь экранчиком вот тем вот я пытаюсь тут уже смотри здесь есть круиз-контроль из но что мы тут еще можем сказать но музыка здесь приблизительно как похоже две колонки нет наверное наверное все-таки 4 я приоткрою дверь а то что тут душновато но по педалям единственно что я вот сижу до характерного хруста не ехать можно то есть эргономики водительского пространства даже с роста метров 93 особых претензий нет если эту машину покупать с целью экономии если для европейцев она дешевая то то можно с этим смириться конечно за 32 тысячи долларов но опять же это городской автомобиль для мелких перебежек туши я такие перебежки видел дожди я знаю как на смартах люди ездят в одессу но это же не есть правильно да посмотрим что сзади вот я сам за собой только сначала мне надо будет оттуда вытащить ярослава извлечь можно вызвать мчс вот этими вот домкратами знаешь которые битые мы сачка его слушай на этом декор у нас все единственно нас есть вот тут такой карман смотри карман для листа а4 очень оригинальное что ну что сел я тут подогрева сидений нету хорошо что есть стеклоподъемники колонки эти играли вообще хорошо над головой место тоже как видите есть слушай ну короче вот такой вот зачет на минимальные возможности он как бы сдан но есть факт экономии на чем только можно всем единственного но но с другой стороны надо отдать им должное смотри они пытались везде сэкономить но при этом оставили экономить красиво красиво до оставили голубенькую строчку вы что или молочкой лак впереди мониторы и есть даже какой-то звук причем есть рычаг кпп есть офигенные кресла которые на самом деле вот когда их так трогаешь здесь и кажется что сейчас можно их сломать что-то какой-то чехол да его можно сейчас будет просто снять мы вскрыли кресло знаешь как 12 стульев где деньги есть два контакта плюс и минус значит есть подогрев сидений это и включение видел где то нет а может они где-то на мониторе а может это и не плюс-минус может это просто пластмассовые палочки там как-то удивительно а вон он а вот это что да я на урина лена есть есть да знаешь когда тебе холодно у тебя дрожат коленки то автоматически включаются подогрев где-то так ну опять же в чем-то старались но мне еще интересно знаешь как вот это все все эти новшества будут выглядеть через 8-100 пробега когда вот эти машины к примеру все европы к нам будут душной приходить выживут ли кресла вот весь этот пластик ну будем верить что выживут это же не китайская машина правильно ну да ну что давай катнемся давай давайте сядем туда прям все и посмотрим едет она или нет ну мы готовы ехать вырубим радио чтобы она нам не мешала слушать шумоизоляцию которой нет но тут еще должен быть какой-то супер звук смысле а вот слышишь нет не слышим давайте я закрою окна все слышишь по открывали там окна знаешь сколько это жрет блин пробег открытые окна умный до километров 40 скидает что где авто о пошло пошло дуть так мы я включил задние звука нету здесь есть включение звука мне кажется там кому мы же его не услышал а тут кнопка короче как на этом на внешней динамике ну кто-то и вообще слышит есть на звук или нет нету звука как его включить стой настройки а подожди мы же его тише сделали а сейчас слышно о пым 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 да это вот это она пикало я понял все так ну чё что с впечатлениями ну во первых машина вы чувствуется такой тяжеленькой полторы тонны но подвесочка мягенькая знаешь что мне напоминает помнишь была такая кофеварка на колесах митсубиси аймиев не аймиев хуже не ну вот все равно по форм-фактору да мне конечно милан сообщил он совсем критки на колесиках это вполне себе такая вот за курса но топель курс 1 1 и 2 какой он там или литровый на механике вот он такой кстати чтобы вам было не скучно смотреть на наши рожи в машине мы наснимали красивых проездов когда снимали целых заодно и мы сейчас наложим сюда еще красивые проезды но не удивляйтесь они сняты не здесь в другом месте так что не увлечайте нас в более красивом месте подлоге да ну вот ближайших очень мягенько через лежачий для такой короткой базы очень даже единственное что звука очень много снизу после целоса как-то очень-очень разница большая чувствуется по моему шумоизоляции нет вообще ну как си тренсии один это чуть-чуть побольше 7 нет она побольше ири как меню но очень мягкая поход из подвески звуков нету есть шлепки шин как бы по неровности я придумал с чем сравнить давай дайкацу сериал я вообще не ездил тойота yaris только более такая люксовая люксовая и или не люксовая более тиновичерская не знаю хорошая машина уже хочет поехать но вот это бэха блин не дает ну хоть не на бляхах тоже правда удивительно когда видишь бэхи сразу вы что кто-то купил прям в особенностью старую разгоняется чуть-чуть давай посчитаем вес я 97 сегодня взвесился ярко есть или 90 7 с 200 210 сериал 68 280 дима 6 340 6 люди до 350 350 килограмм в машине у него максимальная нагрузка кстати 480 с учетом уже того что должно лежать в багажнике слушай по подвеске вообще вопрос они на срана ощутился сравни с лифом просто я буду машине дайте руль не по подвеске хотя бы на порой чуть-чуть скажи ну как лучше рулится ли не на рулении ты-то уже плюс потому что обычно на короткой боли опрещает я тебе руль отдал что ты творишь вот ведь эксперт одной левой рукой потрогал рулю уже почувствовал что мне это бедение по подвеске по подвеске с лифом лиф чуть-чуть больше круче руль автопилот слушай да почти здесь уже пробился энергоемко все спасибо автопилот выключаем целый здесь пробился уже на той неровность не серьезно продай забыл главную фразу как ты скажешь на это его маска посмотри мы валим 93 но чтоб ты понимал я педаль держу в пол всегда вот этого момента пока мы тронулись 113 сейчас выйдем на крейсерскую 135 максимальное чувство слушай а что ты скажешь насчет того что электромобили 0 100 проезжают обычно быстрее чем заявлено вот сколько тестере смотри 135 137 138 139 может мы просто катимся вниз или ветер 140 нилан маск что ты скажешь на это подожди а паспортные 135 ворвали audi как стоящую 140 с уже был дальше ограничитель а может быть там просто циферблат до 140 может слушай посмотри с нашим весом с батареи она проседает но не пробивается по 0 хорошо распределен вес по четырем колесам ну вот один раз они это разбилось до теперь сейчас чуть ли еще войдем в поворот у нас же низкий центр тяжести поэтому мы не перевернемся ну почти 90 градусов это нормально весело слышишь там что-то такое фыркает сзади как будто бы в хлопухе да что-то слышишь вот слышал только что это я фыркал так ну все мы приехали на трак . блин обычно нас всегда кто-то ждет какой-нибудь лана заряженный помнишь каких четвертый дернули x4 на ван мы ехали на их четвертом у нас порвала на сплаву и замечательно как да кстати мы с дима еще снимали недавно новый лиф абсолютно новый последнее поколение можете тоже посмотреть поржать нам было весело вашу мать поехала а сша нейтралочка у нее есть нейтралка должна быть тут же такой селектор который обычный уже у нее такое все мягкое даже не знаю куда подожди надо двери закрыть я пока проезды поснимаю заряжаю ну реально легкая 1480 килограмм ведь я посмотрел еще чуть-чуть 26 она закрылась я не шучу мы и вообще останавливая а ключ у кого внутри с нашими где нажать на дверной ручке ну нажал хуй фэйл хьюстон вигады пробуем подожди может выключить багажник да нет как выключить ну из хорошего у меня есть телефон и все стекла закрыты да потому что у нас же у меня есть идея короче говорим что мы из плечики испытатели и специально для завода рено проводим баг трекинг машины то есть если на нейтралки начинаешь толкать если на нейтралки до нашли баг в реноге слушай так чувак я собирался запрыгивать на ходу я просто обалдел когда она не открылась а в какой-то момент даже показалось что она сама уже едет в какой-то момент я уверен тебе показал что ты ее купил но она накатом очень хорошо шла дали что 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 делать слушай сейчас будем звонить в экспресс-такси за эвакуатор ярик ты там спешил куда-то ехать да да и приехал а я щас не я сейчас отсюда набираю он приедет меня заберет не ну это западло конечно а слушай так она она в движении закрывает 26 километров в час не мы толкали да хорошо что вы в прошлое не отправились хорошо что вы просто не отправили покажи ключ внутри а то подумают этот фейк так я что-то же показывал с той стороны но подожди варианты ну зари объективно она сейчас просто закрылась изнутри да 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 то есть принц назад мы можем затолкать до пуховская только колеса руками по руками до колеса и все но зачем к толкать ее до пуховской нам я хотя бы до чего до эвакуатора то эвакуатор сюда подъедет ее подцепит и все будет ок так а что нам сделать она может и ключом не откроется снаружи может стекло попробуем опустить ну как ты опустишь но как скрывают машину но я не знаю я хоть на борщаговке вырос но я как бы небольшой эксперт руками вниз до поснимали машину время шло мы ждали ключи а зоя продолжала охлаждать свой салон пробег по чуть-чуть падает не видно через стекло сейчас 5 часов вечера и как назло все у всех были планы на сегодня которые разрушены кроме планов ярика который взял и бросил нас но он обещал вернуться с ключами вторыми от зои хотя верится в это слабо но больше нам надеяться не на что димон ну что будешь с нами еще тесты снимать да нефиг делать у нас было очень много времени подумать и мы пытались найти объяснение как зрителям подписчикам объяснить почему мы начали это делать объяснение было мало но среди в списке скажем так это например потому что мы хотели сделать вот так вот а еще возможно мы хотели подтвердить что у зои в отличие от лифа есть нейтральная передача а еще может быть мы хотели ее сдвинуть немножко вперед проверить сколько она весит можно какая у нее парусности как она может разгоняться когда внутри никого нету но все равно это не снимает нас ответственность мы таки дебилы шел второй час ожиданий судя по звуку в зое работает кондиционер она уже холодная покрывается испаренной кондиционер стоит на климат на 19 градусах и пробег неумолимо заканчивается насколько нам еще хватит батареи по времени не знаю машина потухла мы голодные нет воды вот так вот мы работаем паша с ней до сих пор разговаривает ты открылась подожди еще раз вечерело сейчас будет темно но мы же не можем не закончить этот тест драйв но с другой стороны вы сейчас можете увидеть как вечером работает оптика зоя и сейчас мы узнаем за сколько она реально разгоняется хотя не знаю зачем потому что мне это реально неинтересно паспорте написано 13 2 климат я выключил рейс лоджик запускаем окно закрою правильно с двух педалей трогаться и чё ты проехала вообще до проехала 12 82 илон маск ты схавал рено зоя едет больше быстрее чем по паспорту и это при том что она три с половиной часа охлаждала салон стоя закрытой на солнце вот это я понимаю автомобиль который выполняет все ваши желания все а теперь серьезно потому что у нас серьезное издание и у нас серьезные тест драйвы и то что слава мать аж ушел это не значит что мы теперь начнем вести тесты не серьезно итак поговорим о конкуренто фактически у нас из аналогов сейчас что есть по емкости аккумулятора получается лифт а по форм-фактору chevrolet spark и от 500 или алира реально едет 300 про лифт реально едет 300 в том-то и проблема или радость для лифта ну и все скептики говорят о том что до его не хватит пока не сядут и не проедутся я знаю что у меня клиент доехал до кривого рога с одной дозарядкой я знаю что у меня клиент доехал до днепра с одной дозарядкой этого мне достаточно спарк у нас есть вообще спарка у нас нет спарка на рынке нет хорошо мальный давайте подытожим по этой машине в сравнении с лифом и уже без шуток из хорошего машина действительно очень приятно едет очень приятно рулится и у нее реально очень энергоемкая мягкая тихая подвеска и вот по ощущениям если не разгоняться очень быстро найдет приятнее чем лифт при этом она достаточно приятно рулится и я серьезно но понятно это не может быть каким-то серьезным решением в сторону этой модели потому что конечно лифт просторнее внутри лифт ближе к нормальному транспорту эту машину нереально ну как бы сложно использовать как такси да и конечно тут есть ощущение дешевизны во многом хотя вот сейчас мы едем вечером уже как-то это глаза не режет синенький экранчик приятная подсветка красивая графика но не буду включать музыку чтобы не портить эту идиллию с другой стороны есть три фазы и это большой плюс да то есть как рабочая лошадка она может быть очень неплоха то есть когда у нас топливо если если она будет стоить там 2-3 евро то это классная машинка для домохозяек ездить в магазин можно не заряжаться там наверно неделю но и опять же работники сферы камевое ажорство скажем тогда торговые представители то что под лизинговую компанию это очень хорошая рабочая лошадка она классно брендируется у нее правильный дизайн под брендирование какая-нибудь доставка пида вопрос в том сколько она проходит но опять же рено это же не китаец у нас то есть можно предположить что в основные узлы здесь продуманные можно надеяться что ходить она будет ноут 200 200 300 зорим пополам она проходит вопрос проходит ли батареи но это мы узнаем только через два-три года до когда нам приедут первые рено зоя из европы в штаты они наверное не будут поставляться насколько я знаю то есть такая вот такая машина она вряд ли завоюет сердца американцев все-таки слишком она маленькая хотя надо отметить что американцы последнее время как-то уже образумились да и уже машинки поменьше начинают появляться в том числе и в штатах вот успели на желтый обратите внимание очень неровная дорога держак но в прямом смысле неплохой казалось бы да тяжелая должна поехать нет центр центр тяжести низкий подвеска выдерживает приятно но пока что не про нас пока что это просто очередной тест скажем так гипотетически интересной машинки и один момент если вы действительно очень хотите себе электромобиль то можно немножко под подкопить и по цене 2 рено зоя взять вот эту замечательную теслу модель 3 как раз от 65 тысяч долларов она здесь стоит в рек авто стоит можете прийти пощупать если вам интересен тест этой тачки ставьте лайки пишите в комментариях а в качестве небольшого спойлера димон нам сейчас скажет пару слов что он думает об этой модели ты ездил на ней до заряжается быстро ну заряжается пока не так быстро как хочется это американка так и что слушай ну так смотришь круто дерево все очень просто все максимально пусто есть экран есть руль есть две педали есть консоль в консоли продуманные места для подзарядки мобильного телефона что тебе сегодня так было актуально прям вот прям сюда можно прям поставил и забыл до тайп си iphone а что это на общественное в принципе по технологиям да но маска обещал дешевле ждем от него самой базы это все-таки премиум комплектация это семьдесят пять киловатт логан long range то есть машина должна проезжать 400 500 а реально сколько ну должна проезжать 400 500 одесса реально проезжали вообще дометр здесь прикольно ладно поставим это все таки все на потом что с качеством сборки с качеством сборки есть о чем поговорить они ее собирают в мексике америка не в мексике все знают где зовут находится